Здравствуйте, я приехала в Израиль для того, чтобы присутствовать на выставке, которая говорит о той трагедии, которая произошла в Одессе, о том, сколько людей там погибло и просто рассказать, что там не было российских войск, там были обычные одесситы, которые любили свой город, любили свой язык и одесситы, которые любили друг друга, они никому не желали зла. Почему я это знаю? Потому что я знакома с некоторыми из них. Когда погибает один поэт, об этом говорит весь мир, когда погибло там два поэта, их оскорбляли и когда священнику отруговали ноги и руки, никто об этом не говорит и до сих пор расследование не произошло. Поэтому я сама одесситка, я приехала из Одессы специально в Израиль, чтобы это сказать. Я знала этих людей, там были одесситы, там не было русских с Россией людей. Ну как-то вот, как-то так. С Одессы началась трагедия вообще юго-востока Украины, а что вы думаете? В Одессе это все произошло одномоментно, это была великая трагедия, но с этого все началось. Теперь уже погибло несколько сот раз больше людей на юго-востоке Украины. Что вы думаете о том, что происходит именно на востоке Украины и о чем большинство фотографий рассказывают? Вот вы сейчас посмотрели эти фотографии в течение какого-то времени. Вы скажите ваше мнение. Ну, мое личное мнение, не знаю, ошибочно или нет, я считаю, что это все было преднамеренно сделано новой властью для того, чтобы запугать людей. Просто они не думали, что будет очень серьезный отпор именно с Донбасса. Они хотели просто запугать людей то, что они сделали в Одессе. Потому что в Одессе впоследствии те, кто были свидетелями этой трагедии, их просто убивали под домами. Их просто, понимаете, вот человек шел и человека убили. Кто, что, ничего не знает и никакого розыска нет. Это страшно. Поэтому в Донбассе они хотели сделать то же самое. Но у них не получилось, поэтому случилась война. Почему они сейчас убивают? Потому что они не понимают, что это люди и, знаете, Бог все видит. Я верю, что возмездие будет им. Но мне очень сложно говорить об этом. Потому что это трагедия огромная. Для меня трагедия. Потому что я знала многих людей. В Мариуполе погиб милиционер, знакомый мальчик. У которого остался маленький ребенок, который сказал, я не пойду стрелять в людей. И его просто убили, сожгли. В Донецке у меня погибли знакомые. Потому что я сама из Мариуполя. Я родилась в Мариуполе. Я постоянно имею связь и общаюсь, спрашиваю, что там происходит. Люди очень настроены на то, чтобы просто, ну, украинцы ушли оттуда. Что бы вы хотели сказать и передать тем гражданам Израиля, которые увидят это видео, ну, и потом тем гражданам России, которые, может быть, увидят это видео. Как бы, каждой аудитории, может быть, у вас есть отдельные слова или общие? Я бы хотела просто, не знаю, попросить поддерживать молитвы и тут помочь. Но я не знаю, как можно помочь. Я, правда, я совершенно не знаю, что сказать. Гуманитарная помощь, да. Гуманитарная помощь очень нужна, потому что в Донецке людям нечего одевать. Их сейчас очень холодно. Уже начались морозы по ночам. Люди замерзают. И я вот буквально разговаривала позавчера. Мне сказали о том, что даже любая тряпочка, которая не очень чистая, они будут рады, ну, вот, чтобы им прислали. Конечно же, это еда, вода, то же самое необходимое. Для женщин многие необходимые предметы. Это действительно очень нужно. Я прошу поддержки и помощи гуманитарной от Израиля и от всех, кто видит сейчас или услышит это видео. Я буду очень благодарна вам за то, что вы поможете. Большое вам спасибо. Спасибо большое.